Ты чувствуешь эту ответственность, когда за тобой такая толпа? Я начал думать, вау, 20 тысяч за видеоролик. Что там с курсами? За эти деньги давайте лучше мы машину, квартиру, что-нибудь купим. На стройке работал, баристой работал и так далее. Поначалу, когда мы первый раз это сделали, для нас это было круто. То есть у тебя есть доходы с разных источников, да? Я не единственную прайс. Как Ербулат стал капец каким крутым, да? Конечно, батя на меня смотрит и говорит, бастал, да. Друзья, всем привет. Это подкаст «101 друг Шайкина». Я всегда рад приветствовать на своих подкастах молодых ребят, молодых предпринимателей, бизнесменов, блогеров, которые добились хороших результатов и не стоят на месте, двигаются вперед. И сегодня вот один из таких молодых людей у нас в гостях. Я ему очень благодарен. Очень популярный блогер, отец троих детей, Ербулат Жанабылов. Ереке, большой рахмет, что уделил время, пришел. Вообще, если честно, да, я вот посмотрел аккаунты твоей, твоей супруги, у вас на двоих 14 миллионов подписчиков. Для большого количества молодых ребят вы являетесь, наверное, примером. В семейном плане, там, я не знаю, по бизнесу и так далее. Первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, что побудило заняться тебя блогерством и втянуть в это направление свою супругу. Но перед этим ты можешь начать и рассказать там вообще свой путь. Где родился, как дошел до семи с половиной миллионов, это большой путь. Пожалуйста. Сыгер Ахмед, что бы вы позвали. Очень рад. Так, мы как стали блогером, то есть вообще мы не знали, что блогерами станем. Что такое блогер мы не знали. Просто ввели блог с супругой ВКонтакте. Просто любили красивые фотки делать, обрабатывать. И как-то бывает, что в паблике залетает наша фотография. Ну, как-то так было. А потом потихоньку перешли в Инстаграм. То есть это поначалу было у супруги в Инстаграм. Она как бы вела там сколько, 2000 что ли, где-то подписчиков. У меня там я решил создать тоже, короче, раз если она создала, почему мне. И вот в то время я создал, то есть не я создал, а мой родной братишка Нурсултан. Он создал, у него было там 200 подписчиков просто. Я говорю, давай это аккаунты себе заберу. Там было написано, что она была в нижний пробел Н. Я просто одну букву поменял на Е и решил ввести. И все, примерно так пошло, что мы ведем Инстаграм. И не было такое, что цели, что мы блогерами станем, подписчики наберем. Любили просто фотографии красивые делать. И, конечно, я параллельно работал. Работал, и был такой случай, что на двух работах работаешь. Либо там два дня отдыхаешь, два дня работаешь. В это время ты делаешь бесконтент, фотки сразу. Разные одежды, разные локации и так далее. И как будто в Инстаграме получается, что как будто мы такой мажики, мажоры. Что каждый день фоткаемся где-то, гуляем и так далее. А на самом деле я там на работе выкладываю каждый пост и каждый день. И так получилось, что я веду, и отрыв такой получился, что я стал ввести больше. Я снимаю там разные, там, пробовал вайны и скетчи. Было раньше приложение типа дабсмэш, юмор и так далее. Пробовал все, людям вроде заходят и так далее. Ну, первое видео очень сильно залетело, это когда с ребенком я дома танцевал. Как раз, Крахнан Шахты или Шахпада, вот точно не помню. Я вот так танцевал, танцевал, и как-то, ну, паблик, таргакет, калды, да. И получилось так, что мне начали скидывать и писать, подписываться. Я не понимаю, почему подписываются, за что пишут. Я даже не знал, что там можно писать директ, типа сообщение там или еще что-то. Кто-то скидывает. И я начал смотреть, что там в паблике наши видео. Я решил зайти, прочитать комментарии, а там жиле-жиле с издиража за вас таде. Это было очень приятно, это было как-то мотивировать меня. И почему бы еще раз не снять, и я пробовал еще поснимать, еще-еще. И как-то в то время очень сильно охваты, просмотры давали паблики, как-то дают саморостом. И где-то отмечали, где-то не отмечали. И получилось то, что я там в шапке профиля написал «Молодой отец». Начал анализировать в целом в Казахстане, кто есть, чтобы так написать «Молодой отец». И по СНГ начал смотреть. И получилось то, что у меня, наоборот, подписчиков набирать начал больше, чем у супруги. Она начала уже ревновать. Почему у меня меньше? «Давай ты тоже меня отмечай». Так, было моменты. И получилось так, что мы уже набрали подписчики. Это какой год примерно? Это 2000, наверное, 15-16 год. А в это время, говорят, ты жил в общаге, это правда? Да, я с детства, я жил в общежитии в 17-18 лет. Это общежитие до сих пор у нас есть, а не сносили. И мы эту комнату до сих пор и сдаём. Она принадлежит вам? Да. Сколько квадратов? 12 квадратов. И вы начинали с общаги? То есть мы жили с родителями в общежитии. Можно на секунду назад? Ты родился сам? Я из Казарды. Я родился, родители оттуда, от трое моих братьев, они уже с Астаны, кроме меня. Мне когда ещё годика не было, кажется, или годик, тоже не помню, как рассказывают родители. И мы переехали в Астану, и в этом общежитии мы жили. Всей семьёй? Да, нас было пятеро. Ещё там сестра была в то время. Ну, то есть не моя родная. В одной комнате 12 квадратов. Да, туалет, душ, ну, типа общак. Да, общая. Общая, да. Вот. Было так. Потом мы как бы познакомились с супругой, когда я уже... Ну, то есть живём, и она в это общежитие переехала с родителями тоже, с мамой там и так далее. И мы как бы напротив живём. Мен есцега, он есцега. Вот так вот познакомились. Они тоже там живут, в этой комнате, да? Да, они снимали. А мы жили. И вот познакомились, когда я посуду мыл. Это пятнадцатый год? Это, да, наверное, пятнадцатый, четырнадцатый. Где-то на такой момент. Так, слушай, интересно. Я смотрю, это четырнадцатый, пятнадцатый. Так. Ты, получается, с супругой познакомился в общаге? Да. Она была твоей соседкой? Да. Напротив? Да. Так. Потом вы женились. Мы, ну, я, то есть, родителям сказал, давайте, я хочу жениться. Конечно, батя на меня смотрит и говорит, бастал, да, ну, такого. И в то время мы ещё строили дом, где-то уже пять лет строим. Это за городом Иленька. В то время вообще это слишком для нас очень далеко было. И на свои деньги папа до зарплаты, до зарплаты, вот так как, ну, встроил. И нам надо было, если ты женишься, ну, типа, или нет, если женишься, то надо скорее закончить этот дом, чтобы потом переехать в Ходалар-Курсинг. Ну, в целом вот так вот. Мы с женой туда, ну, то есть, мы поженились, у нас не было свадьбы, мы переехали целым за городом и в Иленьке. И мы там живём и так далее. Ну, разные свои истории бывают. История там, что супруга, супруга говорит, что, ну, как бы, жалко сказать, да. Мен Юктакман, мама-папа тоже Юктакы, а уларын мамалары, ну, северяне, она, сеселя. И жалко сказать бога сын, ека хассах, ека кисежуп иреем калган. как бы там он как бы и может быть трудно было и она это все представляла как это все будет и так далее и она хотела отдельно жить уже изначально когда если мы поженимся ну как бы я старший сын и мне как-то родители говорили что джок как бы юг анандра властным кельн кельн булгарик кельн козынгу ругарь пас тропну 6 утра чтобы вставали чай наливали в платок соленберда там и так далее короче вот так вот меня короче то суда с ней общаясь женой здесь с родителями общаясь меня и корта даже мой короче эта информация туда-сюда удастся мхат тени ну получилось так что она сказала супруга давай друг другу пообещаем ну типа поженимся замуж шам мин как ты пожелаешь как то и родители пожелает козлор данын и ктунг кельн булан я прям покажу докажу шесть и тура вставать я встану буду готовить мыть все угодно но условия что через год-полтора там например мы переедем потому что бреди и к хозяйку бума дар кухня давать от ну для меня было это дата давай давай главное все все там разберемся да да там разберемся да она стала кельн к позорам 6 утра встает чай и так далее туалет как обычно лада нету стиральная машина стиральная машина которую просто ну типа салжерпши вы за автомат мерить не живут на и он до месяц полуавтомат это где ты воду наливаешь и выливаешь и солнечный день берем полностью же вас на холминг и так далее а там еще не было как по условию что там отопление там или еще что-то она и печку топила когда она была с ребенком и когда свет жопаланда вес вес аула да ну скажем не аула или никогда свет полмаганда районда она могла она печка вводу печка да не леру кольцо ввод там что-то можно закидывать дрова там и так далее кумыр козан далып саунышне даже пестереген жағдайлар волда штана орыла кушать когда свет все здорово показало себя, как прям казахстан, югтан кельный ретенде салем берет, и вот болоту брыжелует кенегим, что-то ляздывает кет-то, тизывает кет-то, и мне она говорит, ну что, пора, время. Год прошел, да? Валим. Да-да-да. Еще и свадьбы не было, то и болонжерку. То и болонжерку. А вечер был, думаю? Идет. Ну, просто, да, стархан, там, типа, типа, как беташар, болонжер, наверное, идет двор, да, там, и так далее. Прямо сундай, сундай. Не только у меня не было свадьбы, и еще у меня родной братишка Нурсултана Дегембар, тоже свадьба болонжерку, вот, очень, что братишкам тоже женился. Мама, мен, папа, это, типа, мен хотя бы бір баламнын той ингурм келет дед. Так что той же саймыз дед. Ну, когда мен уже аяка трогангез дед, мен шиншшшэ, ну, бузим братишкам, а то инжа сапернам. Мама, мен, а то нам халлоуменн. Хотя они тоже не хотели, типа, лучше за эти деньги давайте лучше мы эту машину, квартиру, там, чё-нибудь купим тигенденье, ангметр. Угу. И иногда раз, да, айтвад хасан, седак. Все понятно. Так, бржуэтте. Бржуэтте, и решили переехать. Там, конечно же, папа, айттам, мама, айттам, что нам надо переезжать. И как-то они тоже, может быть, всё-таки доживёте, поживёте, потому что, может, Синдер, ну, покажете, ну, то есть будешь работать, копить деньги на машину, на деньги, ну, типа, на квартиру, и чтобы айттрувалась на деньги. И потом всё, на изи, пара вереса жить. А ты в тот момент, извини, что перебиваю, чем занимался? Я два года работал на стройке с папой. И ты каждый день тогда на стройке работал, да? До свадьбы я работал на стройке с папой. В то время я как-то должен был доказать супруге, что я могу обеспечить там и так далее. У нас там было свои конфликты, как бы, когда мы встречались, она не хотела со мной встречаться. Ну, в смысле, мы расставались. Такой момент был. И я должен был, собственно говоря, худой, такой ещё, там, сколько, 53 килограмма, что ли? Я работал на стройке. Поначалу работал подсобником, помогал, там, и так далее, там, жить по садамга, там, крыг, там, бадзя, там, раствором кранга салперт, там, и так далее. И мне это как-то надоело, как бы, что жить по садамга у из-за подсобника и крыша дамгана, что тебя туда гоняет, туда гоняет. Я говорю, пап, я хочу быть каменщиком. Папа научил меня каменщиком, я стал каменщиком, я строил стены, там, дома, ЖК, там, и так далее. Разных людей видишь, стройка, да. Вот в это время даже я успевал с работы приезжать, быстренько голову помыть и встречаться с ней, куда-нибудь погулять. И родители, мама особенно удивлялась, типа, а это та, типа, манды, ахархапала, ну, типа, я не знал, говорить, что стройка даже в степи еще успевает встречаться, и, ну, типа, что да, моя мать его ляду. Максимум, бра, бте, бре, шарди. Мне это целые два года проходит, что я работаю, учебу свою закрывал, и, как по этот, братишка, лармда, киндер, птенди, где-то супруги, ну, вовсе, мы встречаемся просто, там, он, учеба с на кашкене подкидывать. Вот так вот. Тогда инсты не было, да? Был инсты, ну, там, где-то пять тысяч, восемь тысяч, примерно так. Так, потом прошел год, теперь возвращаемся опять вот в эту ситуацию. Супруга говорит, надо переезжать. Да, но я еще до этого как бы заправщиком работал, уже заправщиком работаю, там как раз есть университет этот, Казгю, я напротив там работал заправщиком, и тогда вот пару студентов меня узнали, да, узнали, и как-то заправляются. И, конечно, я всегда так наблюдал, что с универа выезжают крутые тачки, и в целом хорошо одетые ребята, младше меня, и старшими, и ровесники, но как-то мне кайфово было смотреть, наблюдать, я сам на улице стою, отправляю, и студенты приезжают. И в этот момент как-то чувак узнал, говорит, это ты случайно с Инстаграмом, и месяцем два, говорит, ну типа, я где-то откуда-то видел, я говорю, да. И на следующий день я медицинский в Москву делал, я начал заправлять вот так, чтобы я понимаю, что как-то меня узнали, и кашкенекаслдам. Там было сколько, 48 тысяч тенге заправляли, даже Айрам Бермиттин, там же Нанатыша как-то этот, Айрам Бермиттин, что все-таки бензин менеджмент, сиснет спеть там и так далее, вот этот момент. И да, было, все пережили, дворником там, там, где-то подрабатывал еще. И вот, ну, потом супруга сказала, что давай переезжать. Я такой, все, объясняю опять же родителям. Мама там с папой, короче, сами между собой разобрались. И папа как-то смирился, сказал, давай, мы общагам доберем, в которой мы жили. Да-да-да. Общагам доберем. 12 квадрат. Да, подарю, живите. Мы такие радостные, мы там, короче, начали жить. Мы как раз последнюю машину, которой я еще работал, не работал для себя, там, подрабатывал машинами, типа, перепродаю. И последнюю машину продал, сделал там ремонт, якобы как благостроенный ремонт троплодой. Хотя там клопы, тараканы, все есть там, и да, джиткликты. И вы за квадратку. Ну, короче, мы начали, мы, короче, начали, мы на углу, короче, сделаем кухню, как будто это одна комната. Кухня, что, отдельная. На джерги спальню сделаем, типа это, ну, короче, мы каждый угол определили, так что инстаграм, да, курсит хинги здесь, без где трехкомнатная квартира. Молодцы, слушай. Ну, схема, да? Да, 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 и мы вертиковали, снимали. У меня, кстати, эти видосики в инстаграме есть до сих пор. Бывало там, я выкладывал и так далее, короче. И бывали, что соседи нас видели, что мы снимаем. И что-то про соседи, блин, стесняетесь, да? Показывай, не показывайте, где вы живете, да? И ведь сделали, что в квартире живете. Боже мой. Не, ну это правда, а что, здесь ничего такого нет, да? Да, ну, да, ничего такого, просто то, что кышкине адам уже қызғана вастадыма деген дейсендер болды, да, короче. Улькин, кысого енды, мен өнтеген жопым, еске чоуазым. Сонда, янгымелер болды. И біз в жерде примерно бір жылтырды. Мен, айелым, балам, шуемыз. Солгыздерде моментерде, как бы блок начинается, бартер деген суши дам васталады, ой? Я думаю, все это у всех есть, у блогеров, у вайнеров, кто-то начинает. Мәсбет, суши, біргенгезе, всегда праздники, всегда застархан, ашах, родителях, завеш, кушаешь, езде там и так далее. Сонда, янгымелер болды. И потихоньку стартап начинает. У меня как бы супруга очень мудрая, она как психолог, ретенде, нас, она баргой, он хазахтай, это доехал, что мой инжигет, бас, а ель димут, сонда, я мудхалдмин, сонда, например. То есть куда направляют меня, я туда иду, короче. Она как бы понимает, что как меня мотивировать, как это делать, и мы там уже живем. Она мне сказала, что так, давай вот так вот сделаем. Мы переедем, расширяться будем, мы давай благостроенный егекушик, где там хотя бы однокомнатная, но туалет, тушь и кухня отдельная. Да, опять же, у меня страх, я говорю, нет, мы и так нормально живем же, мы от родителей переехали, нормально живут, короче, ничего-ничего не платим. Говорит, я понимаю, но все равно расшираться надо. У меня опять же страх. Она мне все полностью стратегию объясняет, я принимаю, решаюсь. Она говорит, давай, китик, но она как раз вот так вот сделаем тебе легче будет, говорит, как раз, сколько у тебя зарплата, ну, там, 200 штук или там 150 тысяч тенге, давай власть им, все, мы на комнату общага будем сдавать, там, за 45, за 40 тысяч тенге, а мы оттуда за 110 тысяч тенге будем снимать квартиру. Как раз, Хусам, у тебя всего лишь получается, как будто ты платишь за квартиру, ну, 60 тысяч тенге, примерно. Да-да-да. Да, так что это немного, говорит, все зарплата на лоб, и мы поживем. Я так тоже начал, ну, думать, читать, говорю, ну, давай, окей. Я тогда еще не зарабатывал с Инстаграма, только суши хавами свадьбу. И мы как-то переехали, блин, я чувствовал себя, начал как-то, она да, уже, байский умерсяхтвала, тэн, валах, стройка, уэзн, лифт, чистота, двор, там, и так далее. Хай-та-хай-та, доста-рн, шахра-вергенглит, и кельндрюген, и кельндрюген, и кельндрюген. И мы начали там жить, сдавать где-то, там, слои моментами. Уже я работаю, уже, то есть, мин, уже не работаю на стройке, дворником, я уже работаю баристой. баристой работаю, я работал, кстати, в баристой еще на набережном, есть люди, которые меня давно знают, и у меня есть фотографии в Инстаграме, что я на набережной, кофе-мобиль, кофе-мобиль, там я готовил на набережном, кофе-кофе, там и так далее, давал, и я там тоже хорошо зарабатывал, умел где-то, вот потом, это была сезонная работа, летом работа, и они переехали, а как-то мне надо было работать зимой, зимой я там работал в кинеотеатре, да только-только от Аршлаватхан Чаплин, я начал там работать, работаю там и так далее. Билетером? А? Билетером? Нет, я баристой работал. Крутяк, да. Кофе готовил, я сейчас кофе уже не могу пить, потому что мразерзит так, вот. Я кофе работал, баристой, я себе всегда в Bosco Water Motion, там вообще продажи не было целый год, там Адам Аз вообще, и напротив Экспо Болватер в 2017 году я успевал и там работать, то есть здесь один день работаешь, три дня отдыхаешь, то есть целые три дня ты отдыхаешь, я ещё там работал, Экспо, да, павильон, да, тоже кофе готовил там или ещё что-то, то есть успевал и там, и там заработать, получается, что я когда работал, у меня уже там 100 тысяч подписчиков было, где-то я там начал зарабатывать с Инстаграма, там начали давать нам, типа бартер, давай эти корсовки, Ким Дир, мы такие радостные, вау, вау, вау. Не только суши, да? Да, не только суши я начал, и такой момент получилось, то, что я решил, там, не Кима, а начал писать деньги, ну, типа, прайс теген съезды бель митин, давайте за деньги держа замок, и, рача, а если, смотри, прайс теген соль жасан снет, или маған жасда, типа, а, вроде, маған блаға жасда, а можете подсказать прайс теген съезд, но прайс, я сома, а ель ме курс тим, что такое? А этот прайс, это, этот, не дит, ну, баған. Ценник, да, ценник, баған, сторис там, и так далее, сторис ол гэзі баған жау, пост, видео там, и так далее. А, ну что, давай попробую. Я начал, говорю, зуманализировать, баска аккаунтера, блогер, цем, паблики разные, захожу и тоже спрашивал прайс теген съезд, Қазі маған білкай. Прямо деп бізнесмаде, баса прайс тегенде зазумең діеккер, а жермуған, че там прайс хан жаадең? И ол гэз джазад, джазад я понимаю, что шаларага срауныететет, мен даүзим прайс тегендең. И на 20 тыс тенге, как-то нам еще бартер дали, и еще 20 тыс тенге. Я видео снял, кстати, это тоже видео до сих пор есть, кстати, в инстаграме, когда снизу. Я начал думать, вау, 20 тысяч деньги за видеоролик. Так, я начал считать уже в этом, на работе. Считаю, ну, продажа жёгла, я дам жёг, ну, там, джаз-отер, ну, блокнот ма, анализировать это там, что если в месяц хотя бы просто, скажем, по 20 тысяч деньги в видеоролике, значит, я могу заработать 100 тысяч деньги просто так. Не может быть, что целый месяц, там, без вот таких рекламы был майн. И потом я начал увеличить свои подписчики, в смысле, виртуально думать, если я буду увеличивать подписчики, то есть активно буду вести, это я на работе думаю, начиная, значит, я могу прайс увеличить ещё больше, каждое увеличение подписчиков увеличить свой прайс, и активность там хорошая была, значит, я могу вообще не работать. Ну, то есть... Не сидеть тут за барной стойкой. Ну, в целом, да. И я, конечно, понимаю, что я себе цель поставил там, типа, если 300 тысяч подписчиков сделаю, я официально выхожу с работы, я буду блогом заниматься. Зато круто, что это, типа, хобби, и прикинь, за хобби ты получаешь свои, ну, типа, деньги, вот, за интересы. Многие спрашивают, СНГшники, когда мы с ними коллабу делаем, я с ними очень активно общаюсь и общался, и сейчас общаюсь, они говорят, типа, почему у мужа, то есть у тебя больше подписчиков, чем у супруги, то есть у нас наоборот, говорит, то есть у женщины больше, а мужа наоборот тянем. Ну, я говорю, не знаю, это получилось так, наверное, первый стартап у меня получился, то есть, и за это, наверное, вот так вот. Это начало твоей деятельности, да? Инстаграмной, скажем так. Да. Вот в этот момент реакция твоих родителей. Они против, они за, они поддерживают или... Как они отреагировали на это? Честно, никто не поддерживал. Да? Да. Первое. Бараб стройка родима стеледы, да? Да, папа этот не стиджерсный, не тролик патрульжерсный, не журнал стиджерсный. Ну, что такое инстаграм? Он не верил, что с инстаграма, в целом, инстаграм неким, с интернета, что можно зарабатывать. Мне долго пришлось ему доказывать. Маме доказал пару раз, она уже понимала, что можно заработать. Она мамам очень ахкунули, папам тоже ахкунули, но просто папам слишком шкинь. И вот что мне пришлось доказать папе, доказать не словами, а делами. Мне надо было это так сделать. Там, до Старханга отрывал, например, папа, вот ключи от машины. Я в курсе, пока двор датурмаганша документами, он не поверит. Вот. Ну, примерно так. И хейты были тоже, да. Хейты этого, если честно, это со стороны родственника были. Очень сильно хейты были. И я считаю, что если я тогда не сломался с хейтами, то есть я сломался бы с хейтами, тогда я бы сейчас так не жил бы. А что делали родственники, если не секрет? Ну... Как это выглядело? Ну, то есть супруга, если там, например, фоткаются купальники, или просто как-то, не знаю, как она хочет одеваться, я ничего не запрещаю. И это, она, да, группа молодой, ватсап, да, типа, тгус хандар, скрин, жасавал, короче, группа жверет, а родители, сухам басат, а родители общаются со мной, кейль, не стей, жур, деп, пизг, жалзавашка, там, туда-сюда. И каждый раз это тыкали, и мне очень это не нравилось. И как-то я забил на это всё. И я очень много боролся, ругался с родителями, с папой, с мамой, что нельзя, не надо запрещать и так далее. Вот это всё, возможности. Я делал... Так, что я могу не общаться, так, что... Я всегда говорил, я плакал моменты, что я докажу и покажу. Я не буду много говорить, я больше буду делами доказывать. Я доказал. Я так понял, что тебе пришлось очень много и долго это доказывать, отстаивать, да, то, что ты делаешь, против даже хейта, против воли, скажем так, родителей, где-то в начале и так далее. То есть ты максимально прикладывал для этого все усилия, не сдавался, правильно? А я не сдавался, да. Вот это важное. То есть ты шёл вперёд, веря в то, что ты сможешь это сделать. В какой момент ты понял, что ты стал популярным? Вот что-то произошло же, да, вот так вот. И ты понимаешь, что что-то не то. Уже там тебя на улице отловили, ну, условно, да, давай сфоткаемся, ещё что-нибудь. Ну, вот какая-то вот та... Где она, тонкая грань? Я не знаю, она уже со временем, когда уже 100 тысяч подписчиков или больше 100 тысяч начинается подписчиков, я тогда уже начал фоткаться, потому что я сам не понимал, подходят и фоткаются, я не против, я фоткался, и как бы круто. И просто когда с друзьями гуляем, или вот так вот, и перед друзьями подходят и фоткаются, и там друзья подкалывали, прикалывались, стебали, о, звезда, там, и так далее. Я уже тогда начал понимать, что, значит, замечают, понимают, что такое звезда, я тогда уже начал понимать. Ну, то есть, вот так вот. Сейчас у тебя трое детей, тебе полных 28 лет. Очень много молодых ребят, начинающих, не знаю, молодёжь, в общем, да, они на тебя смотрят, им нравится, как ты живёшь, они понимают, что у тебя тут прекрасная семья, дети, стабильный доход, что ты себе ни в чём не отказываешь, хотя ты очень молод. И вопрос, к чему я это говорю, да, вот основной доход, это твоя личная страница, инфобизнес, или есть какие-то проекты, о которых ты не говоришь, но можешь со мной поделиться. Если не можешь, не делись. Раз, если я начал давать подкаст, я давно не давал, я примерно 3-4 года я не давал, я отказывался. Отказы у каждого свои причины были, и пришлось вот хорошо расскажу, то есть мы помимо этого недвижимостью занимаемся, то есть мы это просто с ртой можно рассказать, то есть говорим в сторисе, это тоже недавно начали говорить, наверное, подписчики сами уже, сами замечают, что мы каждый раз переезжаем в Казахстан, в Кошпендлер, в Волдове, безусловно, сандаем в Зенде, в Кошпендлер, то что в Рорне, вот, Ралмаймс, каждый раз мы атмосферу, локацию меняем, каждый год практически, вот. Мы недвижимостью не занимаемся, но особо это не публикуем, не говорим и не рекламируем. А так остальное, то, что в Инстаграме, это вот и блог, и свои там… То есть у тебя есть доходы с разных источников, да? И от недвижки, и от Инстаграма, да, и так далее. Вот я вот именно об этом. Хорошо, сейчас, сейчас на сегодняшний день, с таким, грубо говоря, багажом подписчиков, можешь ли ты сказать, по-моему, больше тебя в Казахстане ни у кого нет подписчиков, правильно? Это самое большое количество из вот ребят, из молодежи, и из парней. Ну, если блогера, если не считает артистов, актеров, там, или еще что-то, именно просто блог, который просто… Наверное, да. Наверное, как это. А что, есть артисты с большим количеством? Можешь имена даже не называть, есть кто-то? Недавно, да, Ирки, Исулхан, она как раз вот с Раймом, была, где я моментер. А так, здорово, круто, я очень рад. Кстати, их поздравляю. Но в любом случае, я считаю, что это огромное количество, это большая армия поклонников, подписчиков, наверное, тех людей, которые тебя поддерживают и так далее. Я веду это к тому, что сейчас, получается, у тебя уже сформировался, несмотря на такой молодой возраст, личный бренд, и ты уже можешь оказывать своим поведением, еще чем-то, да, влияние на какую-то там группу людей, скажем так. Как ты к этому относишься? Нормально? Ты чувствуешь эту ответственность, да, когда за тобой такая толпа, и любое твое действие хорошее, оно поведет к хорошему. А если вот где-то что-то там чуть неправильно, они начинают хейтить и тоже делают выводы, что, допустим, вот Ербу Ватакаса, вот может вот так поступить. Эта ответственность, она у тебя есть? Ответственность, да, есть, есть. Ну, как бы я за себя отвечаю, конечно же, в первую очередь, все вышли, куда я говорю, труды, инди, поэтому лучше делать четко и долгосрочно, чем коротко хайпануться. Все понял. Курсы. Расскажи, пожалуйста, про свои курсы. Что там с курсами? Какие результаты? Что происходит? Курсы. Интересно. Отлично. Кайфую каждый раз. уже нашему курсу уже на бизнес три года, может и больше. Может и мы сейчас что-то новое еще хотим открыть. У нас есть марафон тело в дело. Тело в дело? Да. Вот, супруги, мы как раз семейные как бы совместно делаем на основном супруги. Вот. И есть карта желания, которую давно мы создаем свою карту желания, это когда даже мы просто с самой супругой встречались, мы себе карту создавали, рисовали карту, писали. Она мне, кстати, научила, что писать, что думать, как писать и так далее. Это все она научила, я тогда еще не знал, как это. И мы почему бы не создать тоже карту и пользу людям не принести. Это очень многим зашло. Многие каждый раз говорят, что мы покупали у вас карта желания, много чего исполнилось. Мы очень рады. Помимо карты желания есть у нас косметика, сопровейная косметика. Вот. Ну, примерно так. А курс, я скажу, что классный, отличный. Да, первый раз, когда 3 года прошло, 3-4 года прошло, и когда мы первый раз создавали, делали, как-то один чувак, в то время чувак, сейчас партнер мой, чувак пришел по поводу там Ютуба. Он Ютубом занимается, его зовут Сумгат, кстати, он многие с кем работает, тоже артистами, помогает по Ютубу. Кстати, можете выразиться, если хотите. Сумгат, если что, обратимся к тебе. Опять же, со мной, чтобы поработать, его подтолкнула супруга, попробуй написать, попробуй с ним поработать, предложи там и так далее. Он думал всегда, что, блин, он такой, много подписчиков, звезда, наверное, не ответит, не прочитает, ну, короче, типа того, пару раз написал, не ответил я там и так далее. Ну, так получилось то, что пиши, объясняй, давай, добивайся, это супруга, как бы ее толкает, и получилось то, что мы как-то начали совместно делать курсы. Но поначалу он мне предложил Ютуб, у меня было ноль подписчиков в Ютубе, и я ему говорю, слушай, бро, как я могу продавать курс по Ютубу, если у меня нету? Я как скажу, что? Я вот занимаюсь Ютубом, хорошо, я все эксперт, и так далее, я не знаю, ноль, у меня нет, вот, что скажут люди. Он говорит, а что можешь предложить? Я говорю, инстаграм, вот, инструмент, где можно поработать, там, и так далее. Ты приди к кейсам полностью, покажи, как ты, что ты делаешь, он мне пришел через месяц, там, и так далее. то есть, с ним мы сработались, наверное, житая доньки, вот, короче. И вот, это наш первый курс был, первый курс, это когда поначалу все, жай, было, салки, здесь, и шкин, где курс, поман, прям, блогинка, это вообще даже, это все курс, это киевы, это все приходит с России, я так думаю, все практически оттуда приходит. И бизнес-стартап для нас это было поначалу, когда мы первый раз это сделали, для нас это было круто, и других, сейчас это очень много, актуально, много-много, это курсов, и поэтому каждый раз, каждым годом, каждое, я не знаю, полгода оно улучшается, и лучше и лучше делаешь, и каждый практически делает этот курс. И да, конечно, ну, безденьги конкурс стар, например, им кажется, наш курс, это просто, скажем, фуфло, говно, да, например. И для нас тогда было круто, если раз мне нравится, я думаю, другим нравится, это первый стартап людям, ты даешь что-то знание про блогу, тогда не было, тогда всем было круто, а сейчас уже каждый десятый делает, наверное, курсы, да, например, и у всех уже лучше, то есть мы начали это жанна бизнесом, курсом улучшать, каждым годом, каждый лучше, каждый, что-то новое, 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 то есть мощнее, мощнее, и сейчас, да, я, если сейчас я думаю, например, то время, сейчас я думаю, например, блин, как мы могли такой курс реально создать, потому что времени для меня было круто, и для других тоже круто было, олки, здесь, я, я, не помню, и понимаешь, что хазр еще лучше, лучше, и поэтому все здорово, пользу даешь людям, и люди на этом зарабатывают, я, мы, то есть, не говорим, что с курсом вы можете заработать, там, миллионами, там, я не знаю, поначалу, конечно, вы можете заработать, там, от 100, выше, 500, может, тысяч, там, и так далее, то есть, это от вас зависит, как вы будете шустрее двигаться, понимать, там, и так далее, и помимо этого, мы всегда курсу даем только базу, базу понимали, что человек просто инди, нулевой, броншикласс хаггелес, нулевой класс хаггелес, если не понимать же должен, а не сразу так, чтобы бухнуть, так, и ты не поймешь ни о чем, думаешь, как это все, басн дауалясь, там, и базу даешь, после нашего база, человек понимает, идет басха курсу хоть, инвестирует себе басха курсу хоть, то есть, планку еще, еще выше, выше поднимает, поднимает, и вот, надо так двигаться, я так считаю, дррр курс талп, кадал пхалава и мес. Ну, то есть, ты доволен результатами, да? Да, наши, наши студенты, и с нами работают, годами, вот, они у нас учились, обучались, и с нами работают, есть люди, которые работают, есть люди, которые уже зарабатывают где-то там, или еще что-то, вот, мы всегда говорим, что в курсе всегда даем бонусы, бонусы, это, бонусы, это там, типа, мотивация, чтобы там, помимо курса, вы понимали, что вы, если хороший результат покажете, или еще что-то, бонусы там, что там машина, или там айфоны, или еще что-то там, разные направления. Понял, Рахмет большой. Не могу не спросить про гилы, ты сразу заулыбался, да? По твоему мнению, это хорошо, или плохо? И на данный момент, такой способ продвижения, актуальность потерял, или нет? Про гилы я плохого не могу сказать, потому что для меня, большой человек, для нас, с семьей, лькин чекки, шарган, лькин, плохого не могу сказать, что это разные люди могут, разные люди могут делать по-разному гилы, и поэтому, что плохого ничего не могу сказать, каждый свое получает, я свое получаю, спонсоры свое получают, подписчики свое получают, то есть и подарки, и деньги, и подписчики, и так далее. Четко, и мы всегда показывали, доказывали, целый, боже мой, это Каспоч, это с нами даже сотрудничал, боже, эти сотрудники, мы всегда ездили, сами упаковали, и отправляли, через Каспоч заполняли, не просто так, что вот там отдали, и все разыграли, все, мы всегда показывали, показывали, что мы это отправляем, и так далее. Но и бывали люди, что люди сами не получают свою подарку, подарки, то есть раньше было Каспоч, нам, например, смс-ка приходило, типа, ваша посылка кельдаде, 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 а сейчас уже нету смс-ки, то есть человек, как кельмит, что, например, бросав хвост, бра почта волоса, и я кельмит, например, надо будет тебе самой забрать, сейчас тоже, например, то есть люди забывают, люди не хотят идти, люди думают, что прям ее не деня келет, нет, где-то, ее не деня келет, где-то недоставляет, да дума, и бывает, что, мен посылкам кельген жоқ, деп, айтым, айтым, например, айтқа, ол, утилизация, кетеде, екай, браима, шайма, тұрат, если сен Каспочта, каждый бра птасай, барып тұрмасан, шарап тұрмасан, утилизация, маған келет, немесе, брая дэнкен, и мен брая дэнген, мен харап тұрмасан, ол, екай шайдыңген, утилизация, кетеде, то есть, и не я возьму, и человек, никто, то есть, и опять же, кто виноват, могу, я виноват, потому что человек не ходил, и он еде просто, естет, айтқа, тұрдай, ну и не получил, да? ну, вот, навдовь такого. все понятно, понял. знаешь, глядя на тебя, многие молодые ребята, тоже хотят добиться успеха, путешествовать, машины покупать, раз в год переезжать, ну, я условно говорю, переезжать и так далее, хотят быстро заработать, и может быть, кое-кто старается идти по неправильному, сомнительному пути, при этом вообще не прилагать никаких усилий и так далее, что посоветуешь таким ребятам? Стоит ли им учиться и прививать свою любовь к труду? Почему такой вопрос? Потому что ты рассказывал о том, что ты на стройке работал, Борис-то работал и так далее, и вот все же видят только вершину айсберга, никто туда же не заглядывает под капотом, а что было-то, да? Как Ирбулат стал капец каким крутым, да? Ну, вот сейчас мы слушаем твою историю, я понимаю, что этому способствовал там очень большой там труд, день и ночь на двух работах, потом еще и съемки и так далее, и там подобное, да? Одно там 12 квадратов в общаге, ну, я в целом, да? Так вот, твои советы этим ребятам? Учиться, работать, что им делать? Или не работать? Нет, я не могу сказать совет, я не могу как мотиватор говорить, поэтому просто я могу сказать, что я чувствую там и так далее, я не мотиватор, и есть люди, которые уже вот больше 20 лет, больше 10 лет работают бизнесом, например, вот они, я думаю, что мотиваторы, я объясню, чувак, то, что я чувствую, я это могу рассказать. Расскажи. Поэтому я думаю, что просто он снд, тостамол, же не идея, просто меньше слов, большее дело. Двигаться, двигаться, не смотреть назад, что говорят другие, если любишь, просто надо делать. Понятно. Один вопрос на засыпку, я не знаю, как ты его спримешь, но ты рекламировал букмекерской конторы, предлагали ли они тебе, не знаю, деньги, еще что-нибудь, бартер, билет на финал чемпионата мира в Катаре, я вообще в целом. Продлагали за серию сторисов, то время инстаграм был 15 секундный, серии сторисов это минутный, в общем минута, 4 сториса, предлагали мне 48 миллионов тенге, то есть поначалу не сразу 48 миллионов тенге, то есть там предлагали 20 миллионов тенге, я отказывался, каждое отказывание мне дошло до 48 миллионов тенге, то есть за 3 30 секунд из сторисов продлагали 48 миллионов тенге. За 30 секунд? Да, это 2 сториса по 15 секунд. 48 лимонов, когда? 21-м году, наверное, где-то так. И ты не повелся? Нет. Ну, проил хотя бы, чуть думал? По-любому, конечно. Молодец, спасибо за признание. Не, ну правда, конечно, у тебя в голове это то есть ты не только вперед думаешь, ты и думаешь назад, то есть не только, чтобы тебе кайфово было и заработать, и все. То есть я думаю и о себе, и вперед, и назад, и о своих людей. Понял. В общем, ты отказался и не рекламируешь. Нет. Я стараюсь отказываться и сейчас да. Понял. Я даже на футболе фоткаюсь сбоку либо сзади. Но там твой друг, да? Ты говорил. Ну, не сбежишь все равно, я стараюсь так, так, так. Все, понял. Ты часто снимаешь свою семью, жизнь, это основная тема твоего контента. Насколько отличается твоя жизнь в кадре в инсте и вне? То есть много ли постановочного или нет? Потому что у некоторых смотришь на инстаграм складывается ощущение куни тюну демалатта биржарьи варат самолет пеншат дятат не знаю Дубай да там хайтат тамаршет ресторан аборат и так далее. то есть ты понял, да? А на другой стороне там это работа день и ночь. И я знаю таких людей очень много, у которых там очень кардинально отличаются. Как это у тебя? Мы супругу любим больше по кайфу работать это на лайфе. То есть мы сторисы ведем на лайфе. Если там скажем ну скажем рилс какой-то тренд ты увидел, ну да, ты это делаешь, то есть ты же похожий делаешь, схожий делаешь, похожий делаешь, чтобы это замутить. если только так подстановочные ты делаешь, а так если сторисы, то мы на лайфе всегда, на лайфе фоткаемся, на лайфе сторисы ведем, потому что я считаю, что сейчас да, заморачиваться надо контентом, каждый контент показывает, как надо работать, кто качественно делает и так далее. сильно от этого устаешь, ты не кайфуешь, тебе хочется больше жизни увидеть, больше лайфа, больше давать, больше простоту хочется давать, но сейчас как-то видишь, что люди мерятся очень сильно и как-то не знаю, как будто вместе с ними ты в одном лодке, хотя ты хочешь вести сторисы так не как другие. Да, иногда хочется махтануга, не то, что махтануга, ты же хочешь все-таки тоже достижения свои показать все-таки не из проста, но кельда и так далее. В смысле курсы тугие, хоть и машина, хоть и дом и так далее, без разницы. Ниги махтанбасха, когда цены реально заработал, там есть плюсы, и здесь все плюсы, и хочется вот так но все равно не отпускает внутренний кара, памятник, это что все равно не можешь, это нельзя так делать, потому что ты живешь всего лишь, я не знаю, это всего лишь произошло, это все поменялось всего лишь за пять лет, и поэтому я думаю, что я не должен так себя вести и позволять. хочу один вопрос про детей, какие главные ценности, семейные устои, семейные традиции ты стараешься привить своим детям, у тебя трое детей, как ты их воспитываешь? я понимаю, что у меня как бы детство не так, как сейчас у моих детей, очень сильно отличается, что-то, да. Ну я не жалуюсь о том, что я как жил раньше, и я понимаю, это все прекрасно, это тоже прекрасная жизнь, то, что с родителями, как это все прошло, потому что и радость, и грех, и это все ты видел, и ты хочешь, чтобы это все не видели мои дети, чтобы то, что у меня не было, им давать, то, что я не видел, чтобы они не видели, то, что я видел, а чтобы они не видели и ну и конечно не баловать в плане вот этого всего то есть у меня старший сын очень сильный добрый и он так что добротой что он не может кого-то первее материться или бить или еще что-то я и это я сейчас на учу стараясь объяснять говорить будь и добротой и быть и где-то жестче это например скажу что он хоккей играет и я ему говорю иди бортани ты должен бороться за шайбой он может говорить он же травму получит я говорю это спорт это хоккей тебе надо бороться он не может так и я боюсь иногда что он не может сдачу дать или еще что-то то что что он добрый можете словами только решить может не знаю ну и я ему говорю давай я тебе задоначу ты бар тянешь и горит хорошо он идет катается в борту и ну такие какие-то условия ставлю так чтобы обучать учить очень воспитанные они я дисциплина у них очень сильно и на учебу и на хоккей вовремя ложатся вовремя стают и по временем даже тихий час вами так далее старший сын вообще в день два раза может тренироваться это может 6 утра поехать хоккей и оттуда уехать на учебу там после обеда он обратно на хоккей в хоккей обратно на учебу оттуда и домой и младший средний он и утром учится в обед домой спит покушать я брата на учебу только 3 пока мисс бездельничать время придет тоже куда-то отправиться когда они были в садике осушил ты к ним на утреннике ходил да да есть видео я люблю на утреннике ходить потому что чувство что родители до ходили свое время что на мои утренники мама особенно папа на работе старались там и так далее где-то не ходили то есть тоже таких жалоба нету то есть понимаешь и я люблю на утреннике ходить и поддерживать я люблю сильно прям за лак рупай галя давай сынок ты сможешь а кричу там и так далее все другие родители на меня смотрят о боже мой науком тигни и так далее и конечно же почему так не поддержать потому что ты же я думаю это кайфово меня так не поддерживали просто зал приходишь просто родители просто вот так молча сидят я кто-то хлопает и кто-то не хлопает там и так далее я стараюсь дарить настроение и так далее но старший сын тоже понимает он может мне вот так показать кулак что что ты кричишь да 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 но он воспринимает нормально что я юморист он иногда может то опять своими приколами у детей инста есть как там их обстановка соц сетями у старшего есть миллион семьсот среднего было около четыреста или полмиллиона но я его скрыл то есть мысли не стал вести то есть только хотел его скрыл у третьего нет то есть я уже дальше уже не стал но в будущем наверно был еще мод у кого-то готова вот вести но он уже умеет вести может уже поворачивает камер и может болтать и говорить свои хита проблемы либо еще что-то понял твое отношение к здоровому образу жизни к спорту я очень сильно отношусь я сам не пью не курю я ни разу не пробовала не колян я не пробовал и другие алкоголь и в целом вообще я вот в колледже наверно начал пробовать что такое energy я думал что энергетики тоже какая-то хоть какая-то капли процента капли алкоголя будет просто я не пью от того что что раньше мой отец пил очень сильно сейчас больше десяти лет не пьет куда дальше корень не пьет и не курит он такой жакар такой уже такой массу набрал там и так далее то есть это у меня такая короче детская травма есть что это для меня это нет не хочу не то что не хочу я даже себя попробовал заставить но смысле я сразу не выпил или еще что то то есть ну что можете попробовать с угаром и так 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 все равно она не идет не интересно мне это все как-то вообще а то что вокруг кто-то выпивает это для меня норма я с ними новой селе то есть я с ними могу же также угорать я не могут сказать что ира капец ты блин и не пил и не бухал и ты на нашем волне я даже элементарно в клуб захожу я уже танцую они говорят блин я не могу пока не выпил и многие думают что не может быть что я такое что я там не пью и не курю но на самом деле это так и есть правильно да я не не про фитнес я усиленно занимается 2019 года ну да я два года то есть эти два года я занимался просто там месяц похожу три месяца не хожу там 15 не хожу там целый два месяца не хожу при примерно так хотел и с 2013 или 2022 кажется и кембрю точно я усиленно начал заниматься я практически я сижу год год-полтора может быть год я на пп то есть да я полгода могу пп а потом чуть-чуть сбросить там или еще что-то вот сейчас последние полгода больше даже полгода я на пп очень сильно то есть мин сагнам потому что как-то это ты же это пробовал если ты не пробовал тебе все равно было бы да мне вкус сагнам было что я плакал моментами что я это кушаю ну строго и у детей тоже самое бывает да если когда-то где-то там гуляю возможно попробовать и кого покушать с ними кайфануть и так далее то есть у меня к этому очень строго а так я занимался сам футболом я люблю футбол и много чем занимался акробатикой занимался играл умели умею и хоккей поиграть то есть я там не занимался во дворе там танцевал где-то народы народные танцы это свое время это когда вот я школе то есть не школе а в колледже когда я был я там типа вот можешь ли ты сказать что спорт вообще в целом фитнес положительно влияет на твою жизнь дает ли он тебе пользу очень сильно это во-первых кайфово когда ты не можешь она брать энергии тебе хочется там больше находиться набирать у меня был даже всегда супруга что-то там должны встречи или с кем-то увидеться или поужинать где-то или в кино сходить я всегда первую очередь ставлю тренировку то есть я отказываюсь не иду она бывает что обижается что почему там такой важный момент и и ты просишься на тренировку и уходишь в зал вот ну я считаю что это очень хорошая потому что ты набираешь больше энергии под негатив а то есть ты через под ты убираешь весь негатив я считаю что это получаешь гормоны счастья до кайфово и иногда супруга может сказать как так можно хотеть зал горит каждый раз потом она может сказать как так может всегда когда все кушают там я не знаю чашлыки да ты кушаешь просишь вот это игру ну вот так вот ну ну сегодня праздник давай сделай покушай вот это игру нет мне это не интересно я уже привык и мне как-то так внутренним вирусы паразита паразиты внутренние да иногда просят это надо не наш мозг просто вот эти внутренние вирусы паразита хотят понял спасибо да в конце выпуска мы очень хорошо сегодня поговорили я всегда задаю традиционный вопрос какой совет ты бы себе дал если только начинал бы свой путь но так как ты молод ты относительно очень молод и твой путь только только набирает обороты только-только я тебе задам вопрос по-другому какой совет ты себе дашь сейчас на пути к большим целям чё себе посоветуешь хороший вопрос хороший вопрос да учиться обучаться развиваться идти дальше не смотреть назад примерно так наверное понял спасибо ну это тоже очень хороший ответ саган рахмет уважаемые друзья ярбулат предложил разыграть три сертификата по 50 тысяч тенге на книге чтобы каждый из вас мог пойти и выбрать те книги которые он хочет и поэтому эти три сертификата будут в описании к этому видео мы будем разыгрывать пожалуйста участвуйте у нас под касте есть традиция приглашать молодых предпринимателей которые приходят со своими вопросами задают их более опытному гостю сегодняшнего нашего молодого человека зовут жадагер если ты не возражаешь я хочу его пригласить студию хорошо гербулат пожалуйста свои два-три вопроса расскажи в двух словах о себе чем занимаешься и потом пожалуйста во первых всем добрый день меня зовут кожа бежать и герб я являюсь учрителем компании рич ничерал вообще в этой я занимаюсь около десяти лет в сфере бадов косметики уходовой косметики сам я начинал 19 лет специалистом компании дори марин через год стал руководителем альхады потом стал генеральным директором и вот выкопал компанию рич ничерал мы очень много работаем с блогерами с вами к сожалению ни разу не работали но у меня вот такой вопрос то есть люди очень скептически относятся к блогерам вообще не блогерам а к рекламе как вы обираете свою рекламу что вы можете сказать людям чтобы они не относились со скепсисом к самой рекламе так у нас как был менеджер с россии она как бы все отбирает и помимо этого мы еще отбираем но смотря что за компания что за реклама что за там бренд мы это все выучаем учим все проходим и потом даем одобрение то есть мы сразу то что реклама упала и мы не говорим что о реклама упала и как-то за деньги типа типа все можно все рекламировать то что надо мы это все строго тоже смотрим поддерживаем свою эти как там планку чтобы не рекламировали просто так что то неинтересно или еще что то вот рекламу возможно разным может быть то есть люди может быть одно спросить вроде ты даешь договор что там все написано что то есть мы не гарантируем ни охвата не подписчики не просмотры ни одного подписчиков не какой-то там кассу чеков денег мы даем просто узнаваемость бренду потому что вы просто у нас покупаете например разовая реклама раз три-четыре разные разовые рекламы вы покупаете это неэффективно то есть если вы контракт на работаете по контракту до работаете то мы можем и результат показать и можем и актив поднять то есть это так лучше чем просто разовый вот я так считаю поэтому мы тщательно все отбираем рекламу чтобы потом люди конечно не жаловались там или еще что-то а так бывали что мы сильно попадались к этому собакал тасон уроки брали и рынке мы прям очень сильно усиленно начали работать разного вроде все четко и ясно красиво на изи он и потом артажа мамбулка через полгода может быть ну то есть он чем если было либо через год там или еще что-то поэтому мы стараемся лучше более кто может гарантирую чисто примерно в месяц отсеивать рекламу по-разному я основном больше работаю когда оптовый покупает то есть у супруги может быть позже каждый день но она как по рекламу не каждый день делает то есть есть люди которые купили три месяца полгода назад оплатили мы дату набили сделали но нам надо отработать это потому что мы на платили давно а если вы сейчас у нас хотите то мы возможно откажемся почему потому что во первых окошко то есть я не скажу что что окошко много то есть у нас есть своя продукция мы больше больше любим свою продукцию рекламировать возможно тоже глубина продаж у вас большая на какой срок уже реклама на год вперед не надо богу ну не меньше полгода то есть сейчас люди платят за то что выйдет условно говоря в апреле месяце 2024 года да потому что люди есть люди которые хотят сохранить прайс и если они покупают не выгодно если покупает заранее и оптом и прайс меньше может быть и так далее есть люди которые я работаю работал скажем да скажем магазин кроссовка свое время я когда работал а когда у меня было 30 тысяч подписчиков с этим человеком я работал пост на кроссовки сейчас работаем понимает что у меня можете пройти больше я с этим человеком уже как бы друг друзья ощущаемся и так далее то есть я могу уже бесплатно рекламировать то есть помимо его я не могу рекламировать других качество например кроссовок я скажу то что я у него покупаю и то есть рекламирую у него круто а прикинь через месяц скажу то что у других круто то есть мы стараемся но тоже самое стоматология салоны там или еще что то то есть мы больше акцент делаем на 1 бренду или там салону или там магазину то есть это нам тоже важно есть некоторые можете всех рекламируют и не только мы с ними просто как реклама а мы с ними и как друзья уже стали можно брода старханда утра пищающие береги и гулять и угорать там и так далее то есть это у нас долгосрочно вот примерно так хорошо ты так да классно вот второй вопрос насчет вот вы говорили в начале подкаста да потому что вы по бартеру работали очень много вначале радовались этому вот сейчас мы хотим через месяц запустить продукт портал танда называется он сейчас на бета тестинге находится то есть там будут реферальные ссылки то есть все люди смогут рекламировать ну мини блогерам это точно залетит даже обычные люди смогут рекламировать что-то просмотрели там курсы например готовы ли крупные блогеры работать так то есть вас определенный прайс есть до сейчас готовы люди блогеры не знаю сколько они заработают на этом работать по рефералке честно об этом пока я не могу сказать это все-таки надо же также вы как первый раз вопрос задавали как в это относитесь то есть мы должны рассмотреть что нам подходит интересно не интересно там и так далее до свое время мы очень сильно бартером работали и и с этим благодаря и бартером мы друзьями стали поэтому я сейчас не могу сказать что я буду работать да окей там и так далее сейчас я еще не обещали не вообще как вы смотрите самую сферу то есть в принципе в в америке вообще это везде же используется казахстане почему-то я только в одном продукте видео и если не ошибаюсь асхат обжанов вроде бы то есть у него было проект тоже по курсам для девушек я там увидел такой пример то что блогеры условно которые у нас в альха да и там зарабатывали какую-то сумму там работая по рефералке они заработали в три-четыре раза больше то есть я удивился почему блогеры не соглашаются то есть боятся риска или то есть или как бы есть определенная стабильность в этом не поэтому так работает то есть и не именно против в общем мне не просто это они как процентах или чатам там да то есть если в бассейне с продажи 30-40 процентов получали а ну мы мы уже просто работали мы и супругу больше любим лучше свою продукцию на стопроцентно свой бизнес то есть не на кого-то и в процентах это сидеть с кем-то в общем тут математика своя так давай дальше третий вопрос как вы выбираете вообще сферу вот у вас есть определенный фундамент подписчики то есть вы можете в принципе любым бизнесом заниматься практически то есть как вы выбираете направление в котором вы хотите заниматься и бывал бывали у вас провалы даже при том что вы блогер у вас хороший фундамент есть были неудачные опыты минусы я думаю что провалы это у всех бывает это не прям что там сразу залетел вылетел там или еще что-то и кто-то может быть залетел и со времени у него тоже будет провалы где-то высота где-то ниже там и так далее то есть свое время у нас тоже было провал это ну как провал скажем мы занимались ну типа одежды продавали продавали то есть мы заказывали из китая это когда у меня еще триста четыреста тысяч подписчиков было может быть меньше я не помню тоже да мы открывали магазин шоурум там и из китая где-то потом провал был что с китаем не сработались бывали что супруга ездили валмуту в барахолку кстати если видеть это салем тем же барахолки до всем загляда да мы там покупали вещи или ну и свою цену ставили мы понимали что мы оба блогера есть супруга я и бизнесом то есть вести нам надо было сидеть кому-то там вести то есть наподобие такого одному надо было как-то блоге развиваться но и мы понимали что что больше нам приносит и мы туда лучше будем направляться и не париться и как бы и как бы этот шоурум тоже хорошо проносила чистым доходом может быть миллион восемьсот чисто это без аренды без всяких закупов но мы понимали что нам больше заходит хобби это блогинг и на это можем и больше заработать пришлось через не знаю семь восемь месяцев или полгода я не знаю 7 8 где то так нам надо было закрыть и мы закрыли вот и мы выбрали правильное направление блога и вот вам большой архмет спасибо тебе за вопрос я хочу воспользоваться ситуацией что вы здесь рядом подарить на память вам вот такие блокноты 101 друг шайекина фото я их подписал пожалуйста зарова тебе вот ну что друзья и вот спасибо что пришел уделил время спасибо тебе за вопросы уважаемые зрители подписывайтесь ставьте лайки всем пока салон за спасибо за просмотр